МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожалуй, только чувство юмора помогло сегодня жителям Абакана пережить утреннюю глазурь на дороге. Хотя, как известно, было бы не так смешно, если бы не так грустно. В городской травмпункт с утра выстроилась целая очередь неудачно приземлившихся в два раза больше, чем в обычный день. Ну, тороплюсь на паспорт сфотографироваться. Ну, раза два уже упал, по-моему. Обходим, но аккуратно. Присаживаемся как-нибудь там. Ну, стараюсь по краешку обходить. Ой, очень сложно. Это очень опасно. И ничего не подсыпано, конечно, неожиданность. Ледовой коркой утром было покрыто все. Многие из тех, у кого машины ночевали во дворе, не смогли даже открыть двери авто. Рискнули выехать в город тоже немногие. Преподнеся тем самым приятный сюрприз госавтоинспекторам. Готовились к худшему, однако аварий случилось даже меньше, чем обычно. За что отдельное спасибо. Сегодня зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с механическими повреждениями. Хотелось бы поблагодарить участников дорожного движения за сегодняшнюю дорожно-транспортную дисциплину, за соблюдение пункта 10.1 правил дорожного движения ШСФ. Впрочем, расслабляться пока рано. Кидать из плюса в минус столбик термометра еще будет и не один день. Прогноз на предстоящие трое суток неутешителен. Сегодня ночью прогнозируется также дождь, переходящий мокрый снег. Снег в горных районах. Ночная температура будет находиться в пределах 0,5, местами до минус 10 градусов. Дневная температура плюс 3, плюс 8. Так что те, кто не успел вовремя переобуть свою машину, сегодня это наверняка сделали. И уже завтра, что называется, почувствуют разницу. Анна Ахпашева, Антон Михайлов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Похолодание стало не только причиной гололеда, но и заметно прибавило работы пожарным республики. Небывалый рост пожаров принесла последняя неделя. Ежедневно в республике фиксируются от трех до семи возгораний, в результате которых люди остаются без жилья или на дворных построек. Так только за прошедшие сутки две семьи в Хакасии остались без крыши над головой. В одном случае пожар произошел из-за неправильного использования электрооборудования, в другом – из-за неправильной эксплуатации печного отопления. Для предотвращения роста пожаров принято решение в предстоящие выходные в профилактических целях задействовать централизованную систему оповещения гражданской обороны, чтобы обратить внимание граждан на основные правила пожарной безопасности. Прожиточный минимум для пенсионеров в Хакасии поднимут. Этот вопрос сегодня обсуждали на президиуме Верховного совета. В республике более 15 тысяч пожилых людей, которым по закону положена доплата к пенсии, так как она ниже прожиточного минимума. В 2013 году выплата для этой категории населения составила 6059 рублей. В 2014 году эту сумму увеличивают на 4,5%. В итоге минимальная пенсия в Хакасии уже с января вырастет до 6330 рублей, что все же ниже прожиточного минимума, установленного по России, на 24 рубля. Доплачивать будут из федерального бюджета. Для этого в пенсионном фонде уже предусмотрено 223 миллиона рублей. С увеличением минимального порога возрастет и количество человек, которые нуждаются в доплате – до 17 тысяч. Еще один вопрос, который обсуждали сегодня на заседании – компенсация родителям, чьи дети посещают детские сады. Такие льготы существовали и ранее, но не касались частных дошкольных заведений. С новыми поправками, которые рассмотрят на ближайшей сессии Верховного Совета, закон охватит и коммерческие организации. 10% ежемесячно будут возвращать семьям, если за детьми присматривают и ухаживают в частных садах. В финансовом плане сейчас муниципалитеты будут устанавливать, они получили право законом размера родительской платы, но не выше того, который устанавливает правительство республики. И вот предварительная прикидка показывает, что поскольку скачка, повышения размера родительской платы не будет, возможно, даже будет понижение, Поэтому мы с Минфином согласовали именно в таком плане, что на сегодняшний день дополнительных размеров финансовых вложений не потребуется. Среда доступная не для всех. Для постояльцев пансионата ветеранов в Абакане поездки на общественном транспорте – большая проблема. Причина этого – местная автобусная остановка. Она просто не приспособлена к тому, чтобы ею могли воспользоваться люди с ограниченными возможностями. В администрации города о проблеме знают и обещают ее решить. Обо всем подробнее Олеся Калиниченко. За позднее реагирование на сообщения граждан о нарушении миграционного законодательства чиновники могут ответить рублем и должностью. Единороссы внесли в Госдуму законопроект, который устанавливает особый порядок рассмотрения обращений по нелегальной миграции. Законопроектом предлагается обязательная сокращенная процедура реагирования уполномоченных лиц на факты нелегальной миграции. По каждому обращению чиновники должны в течение 10 дней провести проверки, о результатах которых необходимо будет сообщить обратившемуся гражданину. За несоблюдение порядка рассмотрения обращений предусматривается штраф до 15 тысяч. В Саиногорске на пешеходном переходе сбит шестиклассник. Накануне рано утром мальчик торопился в школу. Но прямо на зебре, нарушив правила дорожного движения, его сбила Нива, которую управлял 60-летний мужчина. Мальчик с отрясением головного мозга и ушибами доставлен в больницу. А возле поселка Черемушки водолазы нашли лодку троих пропавших на Енисеи рыбаков. После нескольких дней изнурительных поисков перевернувшееся судно было обнаружено на дне реки. Напомню, шестеро мужчин возле поселка Черемушки пересекали Енисей на моторке. Лодка заглохла, ее развернула и перевернула большой волной. Спастись удалось лишь троим пассажирам. Тела еще трех обнаружить пока не удалось. Известно, что рыбаки были без пассажилетов, а лодка была перегружена. Отделению Красноярской железной дороги не хватает высококвалифицированных специалистов. А с открытием направления Курагина-Кызыл проблема с кадрами станет еще острей. Чтобы этого не случилось, руководство РЖД уже сегодня пытается привлечь к себе потенциальных железнодорожников. Так по Хакасии и Красноярскому краю в эти дни курсирует агитпоезд Красноярского железнодорожного института. Сегодня остановку агитпоезд сделал в Абакане. В ДК «Железнодорожник» студенты и преподаватели рассказали старшеклассникам о перспективах работы в РЖД. Приглашали учеников Абакана, Минусинска, Черногорска, Аскиза и Абазы. Там, где есть крупные станции, а соответственно нужны рабочие руки. Откликнулись только школьники Абакана. Я хочу связать свою будущую профессию с Красноярской железной дорогой. Я всегда думал, что железная дорога это престижно, это занимательно. Всегда смотрел в детстве на железную дорогу. Мне это вообще нравилось. Сегодня на Абаканские станции Красноярской железной дороги требуются самые разные специалисты. Начиная от строителей с ЖД путей и заканчивая техническими специальностями. Такой высокий спрос связан с интенсивным развитием направления Абакан-Тайшет-Междуреченск. Грузоперевозки на этой линии увеличиваются, а пропускная способность пока отстает. Пропускная способность недостаточно нашего участка, нашего Абаканского региона. Поэтому возникла проблема для перевозки в большее количество грузов. Строить дополнительные участки, то есть двухпутные участки, развивать станции. Тем самым осуществить более пропускную способность этих грузов на восток. Соответственно, чем больше пропускаем грузов, тем больше приток финансов в нашу экономику. По словам руководства Красноярской железной дороги, увеличение количества рабочих мест повлечет за собой развитие инфраструктуры. В этом году на станции Саянская впервые за долгие годы железнодорожники построили детский сад. Действует программа, обеспеченная жильем молодых специалистов. Ощущается значительная востребованность молодых специалистов, технических, в первую очередь, направлений подготовки, среднего и высшего профессионального образования. Поэтому, конечно, и Красноярская железная дорога, и наш институт настроены на то, чтобы к нам пришли выпускники именно из республики Хакасия, которые в дальнейшем вернутся сюда и продолжат развитие данного направления, будут работать. А гид поиск Красноярского железнодорожного института уже побывал на станции Саянская. После Абакана в поисках потенциальных абитуриентов преподаватели отправятся в Красноярский край. Алиса Калинченко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Хакасия стала родиной настоящего открытия в зоологии. В одной из пещер на территории республики московские ученые Института археологии и этнографии Российской академии наук обнаружили кости вымершего волка, ранее неизвестного вида. Представители этого вида, по мнению ученых, жили в эпоху плейста цена, вместе с шерстистыми носорогами, бизонами, мамонтами и пещерными медведями. Параллельно с гигантами существовали и животные помельче. И вот о некоторых из них до недавнего времени ученые ничего не знали. Судя по внешнему облику, костным останкам волка не менее 40-50 тысяч лет. Череп меньше и более слабый, чем у волка обыкновенного. Поэтому новый вид ученые назвали Канис субтилис – волк субтильный. Этот хищник явно проигрывал по всем физическим параметрам обычным волкам. По мнению следователя, обитая в Хакасии, на Алтае и в горах Восточного Саяна, он не дожил до наших дней, поскольку не выдержал конкуренции. Следователи-криминалисты в минувшие выходные отметили свой профессиональный праздник. Именно от этой службы зависит, насколько весомыми будут впоследствии доказательства, предоставляемые в суде. Так кто же такие криминалисты? В чем заключается смысл их работы и какую роль они играют в расследовании преступлений? На эти и другие вопросы нам ответит Неля Татаркина, старший эксперт отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета России по Хакасии. Сразу после вестей в рубрике интервью. А из новостей у меня на этом все. Берегите себя и близких и оставайтесь с нами на канале Россия 24. Субтитры создавал DimaTorzok